Здравствуйте! В эфире информационная программа «Будни». Мои коллеги, корреспонденты Ибийского телевидения и я, Евгения Ижутова, расскажем вам о том, каким был этот день. Для начала коротко о главных темах выпуска. Вину признал, в содеянном раскаялся. Вместо заключения 400 часов общественных работ получил вандал, разбивший звезду в Парке Победы. Намерен отстаивать свои права. Готова ли администрация предоставить инвалиду-колясочнику доступное жилье? Сезон гастрономического изобилия. Грибы, ягоды и овощи с грядки. Сколько стоят дары августа? И к темам выпуска. Заехала на рельсы и столкнулась с трамваем. ДТП на Васильево стало причиной автомобильного затора на участке дороги в районе Детского мира. Движение трамваев было также временно заблокировано. Авария с участием Хонды Айрвейв произошла неподалеку от трамвайной остановки. Иномарка выехала с проезжей части на рельсы, где столкнулась с движущимся трамваем. ДТП обошлось без пострадавших. Однако пассажиров трамвая пришлось высадить. А на улице образовалась большая пробка. По словам очевидцев, за рулем иномарки была женщина. Признан виновным назначены исправительные работы. Такой вердикт вынесут. Дело с вандалом, который повредил памятник истории, посвященный героям Великой Отечественной войны, в Парке Победы подошел к логическому завершению. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Пийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статью 243 Прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть повреждения расположенных на территории Российской Федерации объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интереса в период Великой Отечественной войны. В начале марта этого года по горячим следам установили личность злоумышленника. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ночное время разгуливал по Парку Победы. Проходя мимо конструкции звезда, несколько раз ударил по объекту и повредил его. Свою вину мужчина признал в содеянном раскаялся. Суд назначил подсудимому обязательные работы сроком 400 часов с определением объектов, на которых они будут отрабатываться. Отметим, данная статья Уголовного кодекса предполагает лишение свободы сроком до 5 лет. Цифровой рубль, рост пенсии и налоги для самозанятых. С приходом августа россиян ждут изменения сразу в нескольких сферах жизни. Нововведения в частности коснутся социальной сферы предпринимательства и банковского обслуживания. Подробности в сюжете. С 1 августа работающие пенсионеры получат надбавку к пенсии. Ежемесячные выплаты будут пересчитаны. Цифра строго индивидуальна и зависит от накопленных пенсионных баллов. Надбавка за один такой балл составит 123 рубля 77 копеек. А их максимальная сумма ограничена тремя баллами в год. Индексация происходит автоматически. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. С сегодняшнего дня в оборот вводят цифровой рубль. Теперь у российской валюты будет три формы. Наличная, безналичная и цифровая. Выпускать ее будут в виде кода, а хранить в электронных кошельках. Обналичить такую валюту нельзя, но ей можно расплачиваться в магазинах и совершать денежные переводы. Несмотря на широкую огласку, о новой форме национальной валюты пока еще знают мало. Ожидается, что общедоступным цифровой рубль станет не раньше 2025 года. Мне вообще привычнее. Вот карта, деньги наличные и все. Я, может, где-то упустила этот момент, но я далека от этого совсем. Ну, я думаю, что она не скоро дойдет. Как бы люди, как сказать-то правильнее, будут не доверять этому изначально, первое время. Ну, я думаю, что это какая-то очередная разводка, так же, как с этими биткоинами и все такое. То есть недоверие испытываете? Конечно, конечно. Технологии развиваются, поэтому почему бы и нет. Конечно, в России сложно к чему-то привыкать, к новому. Ну, я думаю, к этому привыкнем. Привыкли же вот в автобусах по картам рассчитываться. Я думаю, здесь привыкнем. Конец лета может ознаменоваться удорожанием автомобилей. Причина тому – утилизационный сбор на возимые в страну машины, который с 1 августа повысится в несколько раз. Индексация пошлины затронет легковые, легкие, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Так, в случае легковых авто речь идет о повышении ставки в среднем в 1,7 раза и выше. Впрочем, изменения больше касаются тех, кто вводит в страну автомобили для дальнейшей перепродажи. Те же, кто пригоняет авто для себя, продолжат уплачивать утилизационный сбор по льготному тарифу. Иностранцам будет проще получить визу. С 1 числа документ, требующийся для пребывания в стране, можно получить онлайн. Сделать это можно не позднее, чем за 4 дня до въезда на территорию России. Такая виза действует 60 суток, но находиться в стране можно не больше 16 дней. Электронные визы будут доступны гражданам 52 государств. Теперь немного рекламы и вернемся к новостям. Борьба за комфортное жилье. Бийский молодой инвалид-колясочник не может проживать в квартире, предоставленной по договору социального найма. Почему на протяжении нескольких лет бийчанин тратит значительную часть своей пенсии на съем комфортного для него жилья, квадратных метров и какие альтернативные варианты предлагают чиновники, смотрим в сюжете Дарьи Федоркиной. Четыре года назад Дмитрия Пересумкина сбросили с балкона четвертого этажа. В результате молодой человек оказался в инвалидной коляске. Операция, лечение, долгие месяцы реабилитации. Тяжелые испытания не сломили парня, а лишь закалили характер. Теперь он борется не только за свое здоровье, но и за возможность жить в комфортных условиях. Это мое жилье, которое, получается, не приспособлено для колясочников. Предоставила мне, получается, администрация. И все, то есть неудобно вообще туда заходить или как-то добираться. Действительно, в жилье, предоставленное Дмитрию администрацией города по договору социального найма, добраться самостоятельно невозможно. Однокомнатная квартира находится в одном из знаменитых спековских домов. Пять ступеней для человека на коляске становятся непреодолимым препятствием. Самостоятельно я бы здесь никак не прожил, потому что вот у меня не лестница, а зимой здесь толком ничего не чистят, все в сугробах. И заниматься здесь невозможно, потому что квадратура, она очень маленькая. Тут коляску поставишь, все, то есть где заниматься негде. Также вот, получается, здесь брат ко мне приезжал, приходилось ванну меня таскать, потому что, ну, там неудобно заезжать вообще от слова совсем. Все, я приехал. Все. Получается, ничего не приспособлено. Дмитрий Пересумкин вынужден снимать квартиру, где есть удобные заезды, а также возможность подниматься на лифте с первого этажа. Но на комфорт приходится тратить значительную сумму из пенсии. Единственным близким человеком после смерти матери для Дмитрия стал его родной дядя Алексей, который переехал в Бийск из другого города, чтобы помогать племяннику. И ни одного дня не пропускаюсь с ним. Утром сюда, вечером домой. Отдыхаю, когда он только на реабилитации ездить. Ну, я сказал, в обиду не дам, говорю, и так буду добиваться дальше. Все, что могу, все, что в моих силах. Вот вопрос по жилью мы стали. Они, говорят, отписываются, что пенсия большая, они не могут признать его малоимущим. Я им поясняю, говорю, вы уже нуждающимся в жилье, вы его уже признали. Вы ему предоставили жилье по соц. найму, и он не может вам писать повторно это заявление, так как у вас есть договор с ним. Вас теперь только надо признать его малоимущим. Все, дальше выселить они его не могут. По словам Дмитрия и его дяди, специалисты администрации города предлагали инвалиду-колясочнику другое жилье, условие в котором гораздо хуже, чем в спековском доме, а также переселение в дом-интернат. На такие варианты дядя и племянник не согласны и пытаются с помощью суда отстаивать свои права. Бывают черные полосы, ну а что теперь сделаешь? Вот черная полоса с квартирой. Ну, добиваемся, делаем, а что надо в любом случае. Дальше стучать в эти двери, лишь бы все дали. Все это по сути есть. Это как бы говорят нету-нету, а все это есть. У нас, не знаю, ну не может такого быть. Дома строятся, все строится, как будто ничего нету, да, ну не поверю такое. В этом месяце Дмитрия и Алексея Пересумкиных ждет суд, где им предстоит доказать свое родство. И лишь после положительного решения они смогут претендовать на улучшение жилищных условий. Специалисты администрации Бийска не смогли оперативно предоставить нам информацию о возможных вариантах социального жилья для данной категории горожан. Для получения сведений мы направили официальный запрос. И продолжим следить за этой ситуацией. Дарья Федоркина, Илья Питков, Андрей Сегаев. Будни. И для себя, и на продажу. Садовники и огородники пополняют ассортимент товаров на рынке. Красная и черная смородина, малина, крыжовник, вишня, молодой картофель и грибы. Что еще можно увидеть на базарах города? Смотрите в следующем сюжете. Начало августа – самая пора, когда базары изобилуют разными овощными культурами. Молодой картофель, кабачки, баклажаны, помидоры с огурцами и еще очень много даров природы. Но большим вниманием у людей сейчас пользуется ягода, цена на которую в последние дни снизилась. Пользуются популярностью сейчас у бичан и грибы. Лисички и белый гриб не сходят с прилавков. Цена за килограмм стартует от 300 рублей. Надежда Белогурова уже много лет занимается сбором грибов. Но этот год, говорит женщина, выдался особенно богатым на урожай. Много нынче гриба. Лет 10, наверное, не было такого гриба. Прямо полянки встречаются семейками по 5 штук, по 8, по 10. Обычно идешь один, идешь два, а нынче прям хороший сезон грибной. Упали в цене и овощи с грядки. Например, всего за 40 рублей можно купить средний кабачок. А 2 килограмма молодого картофеля обойдется всего-навсего в 150 рублей. А некоторые ягодные культуры сейчас вообще распродают за копейки. Ведь товара в этом году много. А портится он в такую жаркую погоду очень быстро. Евгения Прохорова, Илья Питков. Будни. И к новостям спорта. Настрой был только на победу. Бийчанин Александр Катасонов на днях вернулся из Владикавказа. Там прошло первенство России, где бийчанин стал абсолютным победителем. После серьезной работы спортсмен наконец может уйти на каникулы. Но перед отдыхом он нашел время и встретился с нашей съемочной группой. Всероссийские соревнования в условиях мировых ограничений наших спортсменов стали одним из главных стартов. В первенстве России по боксу среди юношей во Владикавказе участвовали 308 боксеров из 69 регионов. Бийчанин Александр Катасонов выступил в весовой категории 48 килограммов. Провел 4 боя и победил в каждом. Единогласным решением судей одержал победу в финальном бою. И завоевал с вами победителя первенства России по боксу в весовой категории. Весовой категории 48 килограммов. Боксер из Красного, Александр Катасова, Балдарский 2. Золотая медаль, которую Александр заработал, стала украшением его личной коллекции. Которая, несмотря на юный возраст, а Александру всего 14, уже насчитывает не один десяток наград. Боксер уверен, что и с золотом чемпионата Европы пополнит свою копилку. Несмотря на то, что в текущем году путь на эти соревнования для российских спортсменов закрыт. Не считаю, что нужно расстраиваться. У нас еще есть дальше. В любом случае попадем на Европу. У нас есть год, у нас есть два года. Я считаю, что попадем, будем там боксировать. Несмотря на то, что на прошедшем турнире участвовали боксеры из разных регионов страны, бейчанину по результатам электронной жеребьевки достались соперники из центральных и южных округов. Тренер Владимир Мурачев считает их самыми сложными соперниками. Центральный район. Москва, Петербург и боксеры южного округа. Это где Дагестан, Осетия, Чечня. Эти мальчики созревают раньше, и они физически крепче. У них воля к победе. Это что-то зашкаливает. Сейчас в краевой школе Олимпийского резерва и ее отделении в Бийске, в зале бокса Бригантина, каникулы. Совсем скоро боксеры вновь приступят к тренировкам. Амбициозный боксер Александр Катасонов уверен, что через год он снова выступит на первенстве России и сможет подтвердить звание сильнейшего боксера страны, а может быть и Европы. Евгения Ижутова, Илья Питков. Будни. Теперь о погоде. 2 августа в Бийске будет ясно. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление, низкая влажность воздуха утром и поздним вечером будет повышенное. Возможно, незначительное возмущение в геомагнитном поле Земли. Ночью плюс 18-20 градусов, днем 26-28. На сегодня это все новости. Напоминаю, завтра по всей России отмечают День ВДВ. Праздничные мероприятия пройдут и в Бийске. Так что, если вы встретите людей в тельняшках и голубых беретах, поздравьте их. Не забывайте делиться с нами информацией. Звоните в редакцию по номеру телефона 31-3507 или пишите нам в социальных сетях. Ищите наши новости по хэштегам «Бийск мой город» и «Бийское телевидение» в интернете. Настала пора прощаться. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова